Здравствуйте, уважаемые друзья, сегодня мы рассмотрим еловый микс который есть на нашем сайте, это ноу-хау как бы сказать наше, мы сами придумали это, ну может быть до нас кто-то придумал, я не знаю, но мы сами до этого дошли и поэтому рассаживаем примерно еловый микс вот так, ну как мы его собираем сейчас мы вам расскажем и покажем, поэтому здесь примерно эта ель европейская, ель обыкновенная, ель сибирская, то есть простая обыкновенная ель, когда она растет в одиночных посадках, то она довольно-таки редкая, а если ее посадить пучком как мы делаем, потом получится довольно хороший экземпляр выйдет, у нас еловый микс из ели обыкновенной, европейской, сибирской, то есть это практически одно и то же, есть зеленая, обыкновенная, очень хороший запах от нее, поверьте мне, от колючей, от голубой не такой запах стоит, а от этой прям аромат еловый, прям хвойный аромат чувствуется ну вот здесь мы рассадили ель обыкновенную, если можно видеть, вот она в одиночной посадке вот идет, ну вот эта вся грядка вот ель обыкновенная, а сейчас мы пойдем с вами делать еловые миксы, покажем как мы их делаем, как рассаживаем ну вот ель обыкновенная для миксов, мы раскладываем ее вот три, побольше, вот корешки видите, у нее уже беленькие последние, можно видеть, что она нормально так, большие как бы отдельно, маленькие отдельно тут два, два, четыре, ну пять, обычного я по десять делаю, ну как придется, то есть как смотрится он, еловый микс в общем собираем пучок, да? да, собираем пучок, примерно в какой душе угодно вот это белое уже новые, да, пошли? да, новые корешки, но здесь она побольше, пойдет побольше здесь вот так вот, ну в принципе это все средненький, средненький его вниз получится а вот это у нас получилось вот потом берем просто стяжку стяжку, и повыше ее а стяжка для чего? стяжка для того, чтобы когда вы посадите, он у вас не развалился затягиваем не сильно, так чтобы оно еще, потому что стволики будут разными, хотя, хотя я затягиваю сильно, вот микс у нас с корнями так, и теперь, вот это вот можно обрезать чтобы оно не мешалось ну поверьте, раньше мы выращивали, много сажали микс вот именно так, поэтому и мы как бы это очень хорошо он уходил людям очень нравится красивая довольно-таки вещь там ну да, если какая-то из них даже и высохнет, то проблем с этим не будет вы можете внутри взять, обрезать ее и все она дальше пойдет там через пару-тройку лет хорошая будет ну и теперь мы кладем сюда его в корни и вот наготовили уже, да? да, наготовили ну, садится он очень быстро, так что больше перебирать и перематывать сейчас хорошие, красивые, экземпляры будут если вот рассадить его где-то вдоль вот так вот кучками так что если вам приходит ель зеленая и вам садить как бы по одной штучке неохота вы можете спокойно посадить их ну да можно так покажу вот одна вот пучок ну да и он потом нарастает и мы потом видно вы можете кое-как формировать его ели формируется очень хорошо вот эти новые почки просто пальцами даже обсипываете когда она пойдет и довольно таки хорошо красиво идет как вам угодно шариком можете можете так и колонки оставить можно вообще просто колонновидную сделать то есть не проблема с этим ну и так же дальше и продолжаем опять раскладываем пучок вот это уже пойдет опять можно сделать вот то что здесь желтые голости они все отсыпятся оно видно что почка пойдет ель живая корни хорошие корневая то есть белые корешки видите все нормально теперь берем опять стяжку и опять ее вокруг можно не стяжкой можно веревочкой чтобы было потолще можно стяжку потолще взять покороче ну и так потом естественно через год это примерно когда она приживется вы обязательно ее снимите с чашку не забудьте она потом пойдет и будет красиво ну вот так когда-то у нас не было места рассаживать и мы решили посадить их пучками и посмотреть что будет я первый раз сделал и люди довольно охотно брали его и красивый он и а сейчас у нас уже вошло это в моду когда есть возможность мы делаем миксы и они поверьте у нас долго не задерживают запрос на него есть да да спрос есть люди спрашивают именно миксы на нашем сайте он стоит выставлен там в принципе если посмотрим как он пойдет он выживет то весь это однозначно просто какой он формы будет и как люди будут опять интересоваться скорее всего уже осенью мы будем их продавать ну вот видно микс да вот видно у него стволики какие раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь девять ну вот с ним можно делать вот так обрезать можно полностью чтобы он вверх можно наоборот верхушку обсипать ну почка сейчас пойдет хорошо так что там видно будет ну видно что я тут обрезал вот даже видно вот здесь обрезал пеньки остались ну уже года четыре наверное такой пусть и растет и довольно красивым деревом будет даже до метра вырастить его потом можно из него сделать нормальный красивый экземпляр который будет радовать вас на любом участке для того что как в ну здесь миксы уже пустили хорошую пучку это прошлогодняя вот здесь сняты например стяжки но пока трогать их не будем, они плотненько, а вот здесь стяжка сидит еще, надо ее обамить, чтобы им полегче было, стяжку делаем для того, чтобы растение сначала взялось и прижилось так, ну тогда она пуском так и будет расти, ну довольно красиво, ничего не высыхает, нормальная она внутри, вся елка, ну это для того чтобы, хотите шарик можно сделать, хотите можно пирамидку сделать, можно и квадрат сделать, довольно красиво будет смотреть, можно в ряд их посадить там, а вот здесь, например, ель зеленая, а посередине мы воткнули ель голубую, вот видно, что она голубая, иголочки, а здесь все зеленое, тоже могут быть, да это зеленый, вот один ствол, потом можно вывести, вот здесь пообрезать, внизу будет зеленая, например, а здесь будет шарики с голубой, то есть придумывать, это уже на вас, на ваше усмотрение, как бы, смотрите сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова